Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Деньги не главное, а вот время действительно в дефиците, заявил Александр Лукашенко, принимая главу Удмуртской республики. Одной с тем разговора стала стратегия действий Минска и Москвы после ухода западных компаний. Глава государства отметил, что Белоруссии в этом плане повезло, так как во времена СССР страна уже была ориентирована на экспорт и главное предприятие советской промышленности удалось сохранить. Поэтому Минск сегодня готов оказать любую поддержку партнерам по союзному государству. В принципе мы многое можем, может быть не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Опять же сошлюсь на переговоры с президентом России. Главное о чем мы говорим, что мы все можем, нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты девать некуда. Импорт сократился, а вот время у нас совершенно мало. Поэтому мы вычленили белорусско-российские проекты. У нас их больше десятка будет на территории Беларуси. Очень много в России. И должен сказать, что Российская Федерация финансирует эти проекты. Кредитует. Мы так быстро и по лесозакотовительной технике продвинемся, по всем направлениям. Вы же знаете, автомобилестроение смылись с Россией эти импортные компании. Поэтому сегодня нам приходится весь комплекс, который есть в Беларуси, автомобилестроительный, станкостроительный задействовать на то, чтобы решить те острые проблемы, которые стоят перед Беларуси и России. Но мы их решим. Что же до сотрудничества с Удмуртией? Президент предложил обратить особое внимание на нашу городскую технику и лифты. Подробнее к переговорам о Дворце независимости вернемся в следующем выпуске. Из Беларуси в Судан отправился гуманитарный груз. Страна пострадала от разрушительного наводнения. Сезон проливных дождей на востоке Африки каждый год начинается в июне и длится до октября. В этом году потоки снова смыли урожай, повреждены или разрушены тысячи домов. По поручению президента, белорусский борт доставит в Хартум почти 40 тонн самого необходимого на миллион рублей. В состав груза вошли продукты питания, товары первой необходимости, дизель-генератор, насосные установки, медикаменты и иные товары. Республика Беларусь является активным гуманитарным донором. И с 1999 года президентом нашей страны было принято решение об оказании проведения 76 международных гуманитарных акций 32 странам. В Судан белорусский борт летит через Турцию, там до заправка. С 1999 года наша страна провела 76 гуманитарных миссий. Помощь получили 32 страны по всему миру. Спокойно и без неожиданности президентские выборы в Казахстане завершились убедительной победой действующего главы государства. В ЦИК Республики уже сообщили предварительные результаты. За Касымжамар Татакаева голоса отдали почти 82% граждан. Около 6% избирателей выбрали графу против всех. Остальные 5 кандидатов в совокупности набрали чуть более 13% голосов. Наблюдатели от СНГ отметили, что выборы прошли без нарушений. Мониторинговая миссия ОБСЕ пока не делала заявлений. Прошедшая избирательная кампания в Казахстане внеочередная. Президентские выборы стали продолжением конституционной реформы, которая была запущена после массовых беспорядков в стране. Теперь президент избирается лишь на один семилетний срок, а его полномочия уже не такие всеобъемлющие. Касымжамар Татакаев отметил, что нынешние президентские выборы открывают новую политическую эпоху. В стране продолжится реформа институтов власти. Мы выступаем как один. Российский фонд с таким названием и Белорусская теннисная федерация заключили соглашение о партнерстве. И теперь наши спортсмены, отстраненные от соревнований, получат профессиональную поддержку. Атлетам, которые лишены возможности выступать на международных соревнованиях, вводит доступная юридическая, психологическая, образовательная помощь, которую активно оказывает фонд. Те, кто по политическим мотивам оказался без права на медали, смогут получить новое или улучшить профильное образование. Это поможет в поиске новой работы. Мы все прекрасно понимаем, что большинство спортсменов из-за большого количества соревнований, из-за большого количества тренировок, к сожалению, часто не успевают физически учиться, кому-то это сложнее дается. И момент с их трудоустройством после спорта очень актуален и очень важен. И те спортсмены, которые сталкиваются вот с такой ситуацией, они зачастую и депрессия присутствует, присутствуют такие сложные ситуации, когда не знают, где, как себя найти правильно. И вот опять же здесь такие организации, как фонд «Мы выступаем как один», он как раз-таки подставляет плечо и дает вот эту уверенность, при которой спортсмены могут понимать, что после их карьеры они опять же не останутся один на один со своими проблемами. Мы стараемся работать со спортсменами абсолютно со всех стран, абсолютно не привязываясь к Российской Федерации. У нас есть уже хорошие реализованные кейсы в Бельгии, в Швеции, и подписание с Республикой Беларусь и с их Теннисной Федерацией – это шаг в правильном направлении. Кроме непосредственной поддержки спортсменов, задача фонда – информировать общественность о положении тех, кто оказался в условиях политической дискриминации.